Здравствуйте, приветствую вас. Одесса, 14 марта. У нас уже вечереет, солнышко садится. Погода такая весенняя. У нас то холодно, то уже тепло. Мы раздеваемся, одеваем тонкие курточки. То ветрено, то дожди. В общем, такая нестабильная. Мы стараемся приспособиться к ней. Я даже в транспорте ехала пару дней назад. Казалось, так жарко. Думаю, наверное, тепло уделось. Вышла на улицу. Вроде нет. Нормально. По погоде. Знаете, как говорится, одеваемся по погоде. Немного о наших новостях. Так, кто смотрел меня до этого раньше, не впервые этот ролик. Сейчас реже начала выпускать. Много занято. Но хотелось сегодня выйти, как говорится, в эфир. Потому что у нас такие... У нас сегодня день такой неспокойный. Четыре воздушные тревоги. И в Одесской области есть как бы сбитие. Но я вам хотела показать Одессу, что сейчас на главной улице... Вот мы сейчас проходимся по Дерибасовской. Жизнь продолжается. Люди спокойны. То есть, и хотя сегодня тревога за тревогой. Даже мои знакомые, которые в одном из районов города Одессы, слышали такие отдаленные, глухие бахи. Но в городе всё тихо. Почему? Я хотела ещё сакцентировать на этом внимание. Я вчера зашла в магазин и думаю, кто-то меня так за локоть трогает. Поворачиваюсь. Это соседка наша. И она... Мы с ней не виделись. Вот с начала войны уже больше года она не была в Одессе. Конечно, ей за 70. Но она прекрасно выглядела. Она выехала на это время к сестре. Вернулась в такой белоснежной куртке с новой прической. Я говорю, вы роскошно выглядите. Великолепно. Мы с ней пообщались. И одну много как бы с ней обсудили. Ну, что она мне сказала? Она говорит, я когда была там, да, я смотрела новости, какие-то сюжеты. Я созванивалась со знакомыми. Зная его, поверю. Может, сам сказать. С соседями. И как бы я знала, что здесь, ну, обстановка спокойная. Но с другой стороны, она говорит, я внутренне как-то не верила. Мне казалось, что здесь неизвестно, что происходит и творится. И она говорит, и когда я увидела всё своими глазами, когда я, как говорится, ступила на свою родную землю, она говорит, мне стало намного-намного легче, спокойнее. И в этот момент она прямо расплакалась. Я её, конечно, словесно поддержала. Сказала, что всё нормально. То есть, когда человек не находится вот в этой среде, и когда он читает новости, а особенно новости, они такие концентрированные, военные. Человек, находящийся не здесь, он, естественно, впитывает это всё, и у него вот определённая реакция. Конечно, нам тоже тревожно, особенно вот сегодня тревога за тревогой, такая тавтология немного. И у ребёнка тоже отменили тренировку, перенесли. Но мы как-то уже, знаете, всё-таки адаптируемся, потому что жить нам нужно дальше, и психика, она сама себя защищает. Макдональдс уже вынес столики на кухне, там горит свет, даже видны сотрудники, все окна вымыты, всё блестит. И здесь, когда будет открытие, я думаю, будет столпотворение. Ребёнок старается на Дерипасовской выражать своё творчество, и при этом, конечно, приятно, когда его вознаграждают денежкой. В общем, рассказала я, ещё говорила в прошлом видео, вам рассказываю о жизни. Есть такие глобальные новости, когда аналитики высказывают своё мнение, какие-то эксперты. Есть жизнь обычных людей. Когда ты во всём, вот в этом водовороте, пытаешься удержаться и жить, насколько это возможно, полноценной жизнью. Отовсюду пахнет, доносятся такие ароматы. Особенно вечером сложно устоять, потому что время ужинать уже. Так, ну какие ещё новости? Обсуждали мы, что зима практически подошла к концу. Я имею в виду календарно, да, но ещё вот так вот прохладно, и отопительный сезон ещё действует. Давайте я вам покажу наши витринки. Так, ещё моду покажем. Такая у нас красота. Да, календарная зима закончилась, но отопительный сезон продолжается, потому что прохладно. У нас он, ну, 1 апреля, вот мама говорит, у них выключают. Вот, уже отопление. И нам, конечно, всё очень повезло, потому что зима была тёплая. При отключении света, при отключении электроэнергии мы не сильно замерзали. То есть такой вот, говорит, Бог-то к нами смилостивился, послал нам тёплую зиму. Я вам говорю мнение людей, разговоры людей, которые ведутся между собой. Магазин декора. Ещё люди, конечно, продолжают и делать ремонты в своих квартирах. Учиться, работать, строить какие-то планы, жениться. Рождаются дети, люди заводят животных. В общем, мы не поставили свою жизнь на паузу. Она у нас всё так же движется. Только адаптируемся уже под новые такие условия, под новые наши реалии. А здесь такой огромный мастер-зоо, зоомагазин. Ну, заходить не будем, но, как видим, в такой большой представлен ассортимент. Смотрите, какие клетки. Трон для кошки. Здесь вообще такая улица. Вот магазин Коллинз. Сейчас как раз сезон, люди переодеваются. Более лёгкие уже курточки достают. Но я уже сама немного перебрала вещи, перебрала гардероб. В общем, благодарю вас за внимание. Благодарю за ваши отзывы. За комментарии. Остаёмся на связи. Хорошей вам жизни. Пока-пока. Осталось. Пока-пока. 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 Пока-пока.